Дорогие братья и сестры, поздравляем всех вас с преддверием воскресного дня. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто сегодня пришел в Божий храм помолиться. Видите, для современного времени прийти в храм помолиться, это уже нужно проделать определенное духовное усилие. Но Царствие Божие усилием берется, и употребляющие усилия восхищают Его. У подвижников благочестия есть такая замечательная фраза. Если ты встретился с проблемой, не отворачивайся от нее. Повернись к ней и скажи ей, что у тебя есть Бог. Вот мне бы хотелось, дорогие, дать вам этот совет в канун этой непростой недели. Неделя, которая определена быть дома, не посещать общественные места. Вот давайте к этой проблеме повернемся лицом и скажем, у нас Бог есть. И мы усугубим свои молитвы. Мы не убоимся. Страха вашего не убоимся и даже не смутимся. Яко с нами Бог. Покоряйтесь, яко с нами Бог. И вот сегодня, дорогие, хочу привести вам маленький пример, который буквально стал совсем недавно известен, об одном завтрашнем отпевании. 40 лет парню. 40 лет. Священнику, который приглашал его в храм, он сказал, я пока не закончится весь срок пандемии, в храм ходить не буду. А час назад у него оторвался тромб. Завтра отбивание. Поэтому, дорогие братья и сестры, спешите в храмы Божии. Пока еще звонят. Мне хотелось бы посоветовать всем нам не только не страшиться, закрывшись в домах своих, в квартирах и погрузившись в какое-то бескрайнее море онлайн компьютерного предоставления информации. Все онлайн, все бесплатно, всего много. Разве это будет наш ответ, христианский, на проблему? Я хочу вас попросить почитать дома за эту неделю. 30 слов преподобного Иоанна Лествичника. Это тот самый Иоанн, которого завтра мы особо почитаем и неделя. Завтра называется неделя преподобного Иоанна Лествичника. Может быть, не было времени почитать со вниманием, с душою. А это 30 ступеней к небу. Почитайте, с чего они начинаются. Прежде всего, с оставлением этой мирской суеты, уход от этого мира, мира лукавого и прелюбодейного. И вот тот, кто внимательно следит за ситуацией, он видит, как в аэропортах стоят самолеты. В бухтах морей стоят корабли. Ничего не работает. Все рушится. Спортивные сооружения, огромные эти, колизеи, которые так славны были у нас, закрыты. А что осталось у людей? Вот если у тебя были заграничные поездки, спорт, зрелище, целью жизни, все рухнуло. Хотя бы на некоторое время. Чтобы ты понял, что ты не на то ставил. А если ты в сердце своем воспитывал веру в Господа Бога твоего, то ты не проиграл. Ты сегодня выиграл. Потому что тебе есть на что опереться сегодня. На веру твою. Вот сегодня мне хотелось бы дать вам один совет. Как не оставаться в тени, не оставаться в окопах. Есть несколько сценариев развития ситуации, в которой мы находимся. Как и сказал наш президент, есть китайский сценарий, есть итальянский сценарий. Мы не знаем, по какому сценарию пойдет сегодняшняя ситуация у нас в стране и в нашем крае. Но тот, кто служил в армии, он знает некую тактику боя. Особенно этой тактики придерживался Александр Васильевич Суворов. И в Суворовском училище эта тактика является главным приоритетом в воспитании всех суворовцев на все времена. Что это за тактика? Суворов никогда не сидел в окопах. Он шел на опережение. Он приходил туда, где враг не ждал. Он шел вперед и не отсиживался. Вот я вас зову не испугаться, а пойти на страх верою. Если в сражении это оружие, если в бою это патроны, снаряды, а в духовной бране. Ведь мы с вами все этой духовной бранью сейчас особенно окружены. Потому что брань наша не против плоти и крови, и не против вируса, а против злобы духов поднебесных. Вот если мы с вами правильно поймем эту брань, тогда и правильно выстроим тактику нападения, а не оставления в каких-то закрытых пространствах своих квартир. Вот почему. Почитайте на это время больше Евангелие. Прочитайте эти 30 ступеней к небу. Бог дает нам такую возможность, чтобы мы не только сами, но еще со своими родными и близкими поработали, почитали, пообщались. Но самое главное, знаете, целитель наш и вождь Бог. Вот если это мы с вами усвоим, то все преодолеем. А чтобы нам можно было преодолевать это с большим результатом, давайте не страшиться, потому что самое главное орудие сатаны, запомните, это страх. Тот, кто боится, он уже побежден. Вот почему Суворов учился. Прежде всего, врага не бояться, каким бы сильным он ни был. Мы вступаем в серьезную пору, и поэтому враг силен. Но с нами Бог. Не бойтесь. Не бойтесь, говорит Христос. Я с вами во все дни до скончания века. А если убоимся, то ты уже побежден. Приведу вам один опыт, который сделали совсем недавно. Посадили в двух клетках волка и рядом с ними барана. Через двое суток баран умер от страха. Хотя ничего ему не угрожал. Тот, кто боится, у него повышается давление, у него учащается сердечный пульс, у него все разрушается. Запомните, страх – это оружие. Боящимся человеком проще управлять. Его куда ни погони, он туда и побежит. А смелым человеком, или как его называли у нас на Руси, бесстрашным, а как в Церкви Христовой называли, уповающим на Бога, православным христианам, это было не так страшно. Поэтому все меры безопасности применяйте, дорогие мои. Но помните слова апостола Павла, которыми хочу всех вас благословить. Который удивительно сказал всем нам, встаньте, припоясав чресло ваше истинною, и облекитесь в броню праведности. Апачи всего, возьмите щит веры, о которой сможете погасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот, дорогие мои, наше духовное оружие, щит нашей веры святой и православной в Господа нашего Иисуса Христа, распятого и воскресшего, и Слово Божие, которым мы сможем побеждать всех врагов, видимых и невидимых. Придите, все верные, поклонимся Святому Христову в воскресенье. Значит, у нас нет повода для грусти, у нас есть возможность, помогая другим, спасать себя. А потому всем вам словами апостола Павла говорю, радуйтесь, радуйтесь, ибо много мзда ваша на небесах. Аминь.